А сейчас мы приступаем к шестому номеру За 15-й год Я решил вступление сделать из различных интересных, на мой взгляд, высказываний, которые влияют на мировоззрение человека Настраивая на правильный положительный лад Читайте их почаще и вникайте в суть изложенного Подобная работа постепенно перестраивает ваше мировоззрение Вы обретаете внутреннюю свободу и уверенно чувствуете себя по жизни То есть нам нужны учителя, которые высказались о том или ином И как бы сказать, у нас всегда возникают по жизни вопросы А вот что делать в этом случае, а что делать в том случае, а вот как поступать, а как из этого выйти Пожалуйста, уже все было Вот, ну вот, например, такое Сначала тебя игнорируют, потом над тобой смеются Потом с тобой борются, потом ты побеждаешь Вот, применительно к себе, смотрите, что у меня было Когда я начал заниматься собственным оздоровлением Это где-то год был, 1983, 1984, 1985 Естественно, там смотрели как на чудака Даже посмеивались Я там ездил на велосипеде с рюкзаком за спиной После того, как я занимался штангой Был там 110-килограммовым богатырем И превратился где-то в 85-килограммового мужчинку Вот, люди уже вертели над виском Ну, Генка тронулся умом Вот Потом, когда появились какие-то результаты Написал книгу, открыл, значит, клуб, занимались Уже ко мне потянулись люди Потом, когда они опробовали те знания Которые были изложены в моих книгах А это общечеловеческие знания Я всегда подчеркиваю, что это не мое Это общечеловеческое, которое я стараюсь нанести до вас И, естественно, применить к себе Вот Ага, уже потянулись люди Далее эти книги начали раскупать Появились деньги И люди не поняли, как это вот Все, вот это вот Он построил такой дом Нифига ничего не делая, можно сказать А это совершенно иной труд И в результате В результате Телевидения, милевидения и так далее И тому подобное Я не хочу сказать, что я чувствую себя победителем Я просто чувствую себя нормально, что я сделал Хорошее дело И доволен тем, что сделал Вот Интересная вот такая фраза Я ничего у Бога не прошу Зачем? Он сам и так все знает Прошу прощения за то, что я грешу Благодарю за то, что понимает Великолепные вещи Столько каждый из нас Любой человек Вольно или невольно Он попадает в такие ситуации Где вот-вот-вот Ну, вот Приходится вот такие какие-то Совершать поступки За которые Ну, неприятно, так скажем Потом думаешь Йоханый Бабай Что ж ты там наделал? И вот Потом благодаришь Господи Вот Отнеслись к тебе так Что Ты еще вот Ты еще живешь Еще процветаешь И вот как-то тебе это Все это вот Ну, сошло с рук Конечно, ты там не делал Какие-то там вообще Чернухой какой-то не занимался Но тем не менее У каждого есть Что-то такое Неприятное О котором он бы Хотел бы это изменить Значит, внимание Энцефалитные клеши Как раз у нас Что там Лето Это шестое Что делать Что, как и делать Вот Я на основе На основе Значит Практических примеров Разобрал Познавательно-практически О карме Написал я Вашу книгу О карме Исцеление кармы Но она, по-моему, не так называется Несколько по-другому И Ну То есть Этот вопрос Затронул Потому что я считаю И не только я считаю А Продвинутые люди Много тысяч лет назад Они уже поняли Пришли к выводу Что у человека Не одна жизнь Если бы одна жизнь Мы все были какие-то одинаковые Даже с лица были одинаковые Понимаете А на нас Откладывают отпечаток Вот Те жизни Которые мы прожили Накопили какой-то опыт Это отложилось На нашей внешности Это отложилось На нашей судьбе Это отложилось На нашем окружении И на многом На многом На многом На многом Понимаете И уже с учетом Даже этого Человек Отбирает себе И профессию Подбирает Для себя Вот Окружение И много-много Других вещей Даже дети Приходят к нему Не просто так А по кармической связи Ну и вот тут Я вот Описываю О случае Такой Довольно-таки Кармический ответ Планеты Земля На чудовищное Злоденение людей Значит Мы все помним Это 15-й год Вспоминаем Землетрясение в Непале Кода Которое Убило Тысячи людей И разрушило Большинство Религиозных Храмов Оказывается Что там Получилось До Землетрясения Был фестиваль В честь Богини Власти Успеха И удачи Гатхимаи Он проводится Раз в 5 лет И заключается В принесении Жертв Животных Мужского Пола Богини Гатхимаи Иначе Что эти Все Скупили Там В Непале Огромное Количество Животных И вот В этот день Принесли Им в жертву То есть Вот как раз Фотографии Всех И там Порубали И так далее То есть Огромное Количество Просто-напросто Убили Убили Этих Зверюшек Да Принесли Вот И в результате В результате Понимаете Любое действие Оно Особенно с потерей жизни Оно Откладывает Свой след Свой след Это своего рода Какой-то вопль Понимаете Пространство Пространство Оно 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 Живое Это Живое Образование Вот И оно Просто так Не могло Остаться На Такой Понимаете Огромный Вопль Одно дело Когда Одного Петушка А когда Бум Говорит Что там Они Было Забито Около Полумиллиона Животных Буйволов Свиней Кост Кур Голубей И так далее И нас своеобразным информационным таким облаком, который либо притягивает успехи и здоровье, либо притягивает совершенно иные. Это надо понимать. Так, подъем температуры во время здравоохранительного процесса. Вопрос-ответ. Вот как я выглядел после 40-суточного голодания. Это я выглядел после 22-24 дней голодания. Можете посмотреть. Вопрос-ответ. Ответ-вопрос. Та-да-да-да-да. Что такое моллюск? Ошибки оздоровительного процесса. Их устранение разбираем. Что тут еще? Разбор оздоровительных систем. Опять-таки различные системы. Я очень много разобрал этих систем. Что там было. До чего я дотянулся. Книги авторов, каких я нашел. Я практически всех их купил, прочитал и, будем говорить, разобрал. Расширяем кругозор. Опять-таки маленькие секреты большого секса. Ну вот она и подошла к концу. Шестая газетка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok